Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Сегодня в выпуске. Увидеть Алтайский край во всем многообразии можно на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он проходит в Сучи. Подробности в выпуске. В краевой столице стало меньше опасных дорожных участков. Как удалось решить проблему, знают наши корреспонденты. В честь юбилея Алтайского края телеканал Катунь24 продолжает знакомить телезрителей с районами родного региона. Сегодня отправляемся в Хабарский. Делегация Алтайского края во главе с губернатором Александром Карлиным приняла участие в Московском международном форуме «Открытые инновации-2017». В эти дни он проходит в технопарке Сколково. Одна из тем форума – цифровое равенство, то есть перевод систем ЖКХ, больницы и других сфер в электронный формат. Это особо актуально для жителей отдаленных районов. Экспериментами, экспертами доказана цифровая площадка позволяет экономить время и средства. Для нас, несмотря на нашу аграрную специализацию, цифровая экономика – это реальность. И мы ее рассматриваем не только как составную, очень значимую часть инноваций и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в инфраструктуре. Сегодня цифры присутствуют везде – и в государственном управлении, и в социальной сфере. В редакции информагентства ТАСС в Москве сегодня пройдет презентация фотоальбома, посвященного 80-летию Алтайского края. На мероприятии будет присутствовать делегация региона и губернатор Александр Кардин. До начала презентации гости и представители СМИ смогут увидеть уникальные фотографии наших знаменитых земляков и знаковых мест региона. Подробности смотрите в вечерних выпусках новостей. А вот, кстати, увидеть Алтайский край во всем разнообразии можно и на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он проходит в эти дни в Сочи. Экспозицию посетили более трех тысяч человек. Особой популярностью пользуется фотозона. Снимки на фоне природы региона участвуют в конкурсе «Главный приз – путевка в Белокуриху». Тем временем представители делегации Алтайского края участвуют в работах профильных площадок. Такой формат позволяет установить новые деловые контакты. Подробности у моей коллеги Владиславы Залевской. Молодой писатель Евгений Сергеенко заканчивает работать на втором романом. Вопрос книгоиздания для нее особенно актуален. Сегодня ей удалось обсудить данную тему с представителем издательской группы «Эксма-АСТ». Евгений отмечает, что собеседник подсказал ей несколько новых вариантов решения проблемы. Алтайский край гордится не только своими писателями, но и врачами. Андрей Мамот – один из ведущих специалистов в области гематологии, обладатель Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и автор более 600 научных работ. Какой вклад он внес в развитие отечественной науки, узнавала наша съемочная группа. Уже более 30 лет Андрей Мамот занимается одним из самых сложных направлений в медицине – проблемами крови. Он борется с образованием тромбов, возникновением инфарктов, а также ишемических болезней сердца. В его жизни было два учителя. Первый – Геннадий Васильевич Черкашин, ассистент кафедры микробиологии Медуниверситета. Он познакомил его с основами научного поиска. Второй – Зиновий Соломонович Баркоган, основатель Алтайского гематологического центра. Упорство и последовательность в работе – это от него. И самое главное – не изобретать велосипеда в исследованиях, говорит Андрей Павлович. Для того, чтобы заниматься какой-то областью научных знаний, нужно очень емко и подробно понимать, что сделано до нас, что является перспективным, что является актуальным с точки зрения практического здравоохранения. И только тогда приниматься за какую-то работу и тратить время, силы и средства для достижения какой-то поставленной задачи. В подарок от Зиновия Баркогана Андрею Мамоту достался портфель. Сейчас он хранится в музее учителя. Я его носил много лет, очень удобный портфель. В музее его отдал 7 лет назад. Вместе с наставником Андрей Мамот помогал детям, которые страдали от тяжелой формы желтухи. Использовали так называемую фототерапию – лечение светом. Сейчас Андрей Мамот продолжает дело Баркогана. Он создает препараты для остановки всех видов кровотечений. А исследования проводятся в этой лаборатории. Это кулер. Сюда загружаются реактивы, где они находятся в охлажденном состоянии. Это штативы с пробирками, с пробами плазмы больных. Но только наукой жизнь Андрея Мамота не исчерпывается. Он – заядлый турист. Не раз сплавлялся по Катуне и Песчанке, коллекционирует бабочек и много фотографирует. Вдохновение для снимков искать долго не надо, ведь Алтай рядом. Первый фотоаппарат был какой? Смена, конечно. Потом смена символа, потом зенит. Сегодня Андрей Мамот – автор более 600 научных публикаций в России и за рубежом, а также 40 изобретений и патентов. Под его руководством защищено 26 научных диссертаций – кандидатских и докторских. Его работы – это вклад в развитие не только гематологии, но и педиатрии, гинекологии, акушерства и других направлений современной медицины. Владислав Кириенко, Роман Хайрулин, Антон Червяков. Новости. Продолжаем выпуск. За 9 месяцев количество ДТП в Барнауле снизилось на 10%. В 2017 году за этот же период инспекторы ГИБДД выявили лишь 29 участков, где чаще всего происходят дорожные происшествия. Для сравнения, в 2016-м их было 60. На них произошло 280 ДТП, в которых пострадали почти 350 человек, еще 5 погибли. Столкновения автомобилей и наезды на пешеходов – самые распространенные случаи на дорогах. Так, в список опасных в Барнауле попали улицы Аванесова, Антона Петрова, Георгиева, Зминогорский тракт, проспект Калинина и другие. А вот, например, перекресток Северо-Западный и Смирнова еще в прошлом году были в списке мест концентрации ДТП. В 2016-м здесь произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 12 человек. За последние 9 месяцев аварийность на этом участке дороги значительно снизилась, отмечают инспекторы. Один из факторов – установленный здесь новый светофор. Были произведены мероприятия по строительству светофорного объекта, что показало по итогам 9 месяцев положительный эффект. У нас снизилась аварийность, произошло всего лишь одно столкновение. В принципе, думаем, что за 3 месяца последующая аварийность на данном участке у нас удержится. Отмечу, светофоры установили и на пересечениях улиц Попова, 280 лет Барнаулу, Зминогорского тракта и Горнолыжной Комсомольской, Союза Республик и Антона Петрова Матросова. Там тоже число ДТП снизилось в разы. Подробнее о том, насколько опасны дороги Барнаула и о том, где и сколько камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в краевой столице, мы расскажем в следующем выпуске. А пока продолжаем. К 80-летию Алтайского края наш телеканал продолжает знакомить вас, наших телезрителей, с историей районов нашего региона. Сегодня мы говорим о Хабарском районе. 55% его площадей занимает пашня, а 20% пастбища. Именно поэтому этот район вносит большой клад в развитие сельского хозяйства края. Районный центр – село Хабары. Оно основано в 1743 году. Эта дата зафиксирована на колоколе местной церкви. Изначально в село переезжало много казахов, поэтому название пошло с казахского языка. Хабар переводится как «новость» или «весть». Сейчас в районном центре проживает 6000 человек. В самом же районе – 14600 жителей. Градообразующее предприятие – «Каратаякский элеватор». Большая часть территории района занята пашней и пастбищами. Что неудивительно, в Хабарский район переезжали люди со всего Советского Союза, чтобы использовать плодородные земли. Когда прибыло в наш район очень много человек, которые остались, многие из них остались навсегда жить в этом районе. Поменяли свой благоприятный климат, приехали и с Украины, и с юга. Приезжали люди с Поволжьей. Почему они тянулись к нам? Потому что у нас были богатые земли и пастбища, и поэтому эти люди тянулись к нам в Алтайский край. Природные богатства Хабарского района – особая гордость жителей. Один из экологов-энтузиастов Юрий Калупанов, он долгое время проработал районным охотоведом. Сейчас на пенсии, но все равно теперь уже негласно остается в строю и бережет природу своей малой родины. Все подробности далее. Он смотрит на леса Хабарского района, как и 40 лет назад. Юрий Иосифович Калупанов всю свою жизнь посвятил охране природы. Еще мальчишкой он полюбил охоту и рыбалку. Затем окончил Иркутский сельскохозяйственный институт и вернулся в Хабары, где начал работать охотоведом, после чего перешел в природоохранную службу. Спустя годы Юрий Иосифович говорит, что сохранение природы начинается с сознательности людей. Каждый человек не проникнется сознанием бережного отношения к природе, в том числе и охотник. У нас, в принципе, ничего не изменится. Ну и желательно, конечно, чтобы менталитет русского человека изменился в лучшую сторону, чтобы его не оставляли после себя на местах отдыха. За почти полвека работы в природоохране Юрий Иосифович изъял почти 170 ружей и 500 капканов. Также по его инициативе в местных лесах и водоемах вывели бобров и раков. Сейчас эколог на пенсии, но активно помогает новым егерям следить за заказником Хабарский. А там что? Где? А где они? Да тут старый мешок. Старый? Да нет. Вот салахер подъехал, кинул все тесто. Наша съемочная группа стала очевидцем задержания браконьера. Местный житель закинул в водоем сеть, что запрещено законом. Как говорит рыбак, просто хотел проверить, есть ли здесь рыба. И такие случаи не единичны. В заказнике Хабарске много желающих поживиться за счет природы. Поэтому на помощь местному егерю приходят экологи-энтузиасты. Они помогают в рейды выезжать, так же само патрулировать. То, что одному тяжело очень патрулировать. Так же само здесь один браконьер, а в стране могут быть еще браконьеры. Это надо территорию обследовать. Пока пойдешь территорию обследовать, не уши. Быстро собрались и все уехали. За вклад в охрану природы Юрий Иосифович получил премию губернатора имени Виктора Верещагина. Но, как отмечает сам эколог, лучшая награда – видеть природу в ее первозданном виде. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня пока все. Увидимся в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами. Денис Кузьменко.